На Сахалинской оленьей ферме разгар сезонной экскурсии. Это место посещают коллективы детей взрослых всех возрастов. Среди них оказалась и младшая группа детского сада «Одуванчик». Во время прогулки ребята познакомились с разными одомашненными и дикими животными, а также узнали о бережном отношении к природе. Первой точкой посещения стал звериный теремок. Здесь под одной крышей соседствуют несколько десятков кроликов, овец и индюков. Животными можно не только полюбоваться, но и осторожно погладить. В качестве угощения ребята принесли с собой морковь. Всех малышей попросили проследить, чтобы барашки случайно не съели пакет. Перемещаясь по территории экофермы, дети попутно знакомятся с местными достопримечательностями. Все стилизовано под волшебный лес. К примеру, даже запасы сена выложили в фигуру медведя. Следующей точкой экскурсии стал загон с якутскими лошадями. Здесь тоже никто не отказывается от ласки и угощения. Животные охотно идут на контакт с детьми. Так как у детей имеется нарушение зрения, для них очень важно все это увидеть поближе, увидеть воочию, потрогать ручками, тактильно все ощутить, какая на ощупь шерсть у животного, какие рожки, ноги, лапы. Все это потрогать, увидеть, покормить. Это очень важно для такой категории деток. Больше всего эмоций у ребят вызвала встреча с главным символом экофермы – пятнистыми оленями. Сюда их завезли в 2017 году из Приморского края в количестве 110 особей. Сейчас их тут больше двухсот. Поголовье парнокопытных продолжает расти. Там один олень вышкатил. И он там погуял, погуял, а потом куда-то делся. Ну, индюки понравились. Почему? Ну, они, у них такие красивые перья. Ну, такой красивый, такая красивая красная бородка. Ну, многое другое. Кажется, такой насыщенный день детям запомнится надолго. К тому же, это не первая встреча с животными. Ребята приезжали сюда на экскурсию в прошлом году. По словам воспитателей, для учащихся стараются устраивать как можно больше выездных занятий в музеях, парках и заповедниках.